Ну что ж, всем привет, друзья! С вами Джинс, картофан в руках, горит кострище, и, в общем-то, это означает, что время Stranded Deep, ребят. Прошлый эпизод был довольно продуктивным, вот серьезно, это, наверное, единственный эпизод по Stranded Deep, который я провел прям идеально. Я сделал все, что нужно за короткие строки, но этого недостаточно для Джинса. Джинс хочет больше, ребята. Нужно сделать себе как минимум мотор и вообще разобраться в новых обновлениях, посмотреть, что здесь да как, сплавать на острова и так далее, и так далее, и так далее. Будем пользоваться нашей фирменной штучкой, которая покажет, куда нам конкретно нужно плыть, то есть берем палку обычную, и вот, например, мы хотим отправиться на вон тот вот остров. Давай быстрее беги. Ух, умел бы я вот такие вот бревна без рук носить. Вот, лучше на это. Смотрите, вот если смотреть так, то кажется, что левый остров ближе, если смотреть вот так, кажется, что правый остров ближе. Ладно, давайте не будем изобретать велосипед и поплывем вот сюда вот. Палка нам указывает, куда плыть. А что у нас вообще имеется? У нас имеется картофан. Кстати, картофан приготовленный, так что я думаю, в будущем мы его скушаем, если вдруг нам захочется есть. Удивительно, правда? А вот, помимо этого, у меня есть еще бутылка воды, которую, честно говоря, я не хочу с собой брать, потому что она занимает лишний злот. Вот мы ее здесь сбросим. В принципе, картофан, честно говоря, мы тоже здесь сбросим, если в будущем его скушаем. Потому что мало ли, что нам в остатке-то придется добыть. Видите, у нас имеется сейчас 6 слотов. А если бы у нас еще была вода и картофан, было бы всего лишь 4 слота, а это совсем не круто. Так, берем, пожалуй, весло. Кстати, нет, с веслом у нас все-таки 5 слотов. И сейчас мы по суше, как полагается. Вот-вот веслом умеете по суше грипсти? А я умею. Хотя, если вы играете в Стрэнд Дип, вы, наверное, тоже умеете. Пожалуйста. Звуки воды и погнали веслом по суше. Все как полагается. Ладно, на самом деле это довольно не быстро. Так что мы... Эй! Сюда за мной. Вот так вот просто одели броню из шлюпки. Так, вот. Мы будем плыть в ту сторону, на тот остров. Давайте, по старой доброй традиции, наверное, я буду скипать то, как я по островам плаваю. Потому что, как я просто грибу веслом, наверное, все-таки не особо интересно. Так что... Та-ра-рам! Так, не успел я доплыть до острова и увидел пузырики. Это значит, что мы сможем сейчас найти что-нибудь полезное. Я надеюсь... Я надеюсь, что это не флайер и не флайерган, а действительно что-нибудь полезное. Так, главное, чтобы меня здесь крылатка не покоцла. Так, я видел пузырики. Пузырики это намек на сундук, которого почему-то... Стоп, тулбокс. А-а-а! Спрятался, зараза! Че за бред? Посмотрите, он за камнем. Торч мы добыли. Опа-опа, я вижу тебя, крылаточка. Дыши, 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 дыши! Молодец, Джинс. Какой умница, правда? Так, главное не потеряться. Наш остров вон. Все, главное начинается в острове сделать все как полагается. Все, у нас теперь есть торч. Это круто. Мне нравится, как он клацает. Такой звук прикольный. Вот. Классно, что он не занимает отдельный слот. Поэтому, если у нас есть торч, мы теперь можем все освещать, так сказать. И при этом не использовать отдельный слот, что немаловажно. Так, кстати. Кстати, ребят, на моем основном острове закончился абсолютно полностью камень. Поэтому камня нужно добыть. Желательно. Я думаю, 4 штучки будет достаточно. Я бы такой, что волок на юге добыл, чтобы полностью там наделать ножи, всякие копья, чтобы вообще жить припевающе, так сказать. Еще здесь в округе должен быть как минимум один тулбокс или просто что-нибудь полезное. Вот я уже там вижу кораблик. Так, давайте сразу же вот это вот пальмовое дерево срубим и сделаем, так сказать, ориентиры на наш остров, на котором мы живем. Потому что вы знаете, ребят, Стрэнда Дип. Здесь очень легко потеряться. Наверное, одна из тех хир, в которых действительно очень просто потеряться. Поэтому советую вам всегда делать такие вот ориентиры на том острове, на котором вы уже были. На тот остров, на котором вы собираетесь плавать. Ориентиры нужны всегда. Очень полезная штука. Так. Как будто какую-то пушку направляю. Я не знаю. Это сюда. Убираем. Убираем, я сказал. Так, давайте фонарик-то выключим. Сейчас он нам не нужен. Вот наш остров. Все правильно? Наверное, да. Может и нет. Но будем надеяться, что правильно. Так. Вот. Так вот. Все равно, все равно я понимаю, что там больше нет островов. Я хочу, чтобы он прям ровно вот так вот стоял. Это нифига не ровно. Ты чё? Ты что? Прекращай. Надо, чтобы все было идеально. Вдруг там неожиданно из-под земли достанется еще один остров. И он окажется не тем, что мне нужен просто. Ладно. Отлично. Давайте сходу на кораблик. Разумеется, мы туда без шлюпки не поплывем. Потому что это стендидип. И без шлюпки на такие большие корабли нельзя залезть. Главное, чтобы она не перевернулась. Не люблю плавать на перевернутой шлюпке. Это не особо удобно. Так, посмотрим, что у нас там. Не знаю даже, что бы я хотел найти. Наверное, в первую очередь, есть компас какой-то. Вот. Компас нужен. А там дальше посмотрим. Я бы еще такое, что нашел бы, может, какие-нибудь ласты. Ласты было бы неплохо. Мачете, может, какой-нибудь. Но вообще, вот таких вот кораблях здесь довольно много. Лута. Хотя, смотрите, на этот остров, я бы, наверное, на этот остров, на этот кораблик я, наверное, смог бы залезть без шлюпки. Ну, ладно, раз уже мы все-таки ее взяли. И что у нас здесь? И что у нас здесь? О, пустота! Прямо как я люблю. Так. А здесь бутылка воды нафиг не нужная. Весло нафиг не нужное. Ладно, карбюратор еще куда не шло. Может, понадобится ведро воды нафиг не нужное. Подождите, фуэлтэнк у меня имеет? Смотрите, у нас две уже вещи есть и третий еще дома, на нашем домашнем острове, так сказать. О, слушайте, это что? Сходу еще один кораблик, что ли? Так это что? Может сказать, что я проперся? Или нет? Эй, я застрял! Фух, я испугался. Здесь на что? Бобы. Которые тоже, честно, не особо нужны. Вообще, на самом-то деле. Так, а здесь компас. О, компас-то круто. С компасом мы хотя бы... Все равно, я все равно же с компасом буду ставить ориентиры, если честно. Но с компасом хотя бы будет полегче. Компас, компас, компас. Ладно, погнали. Сейчас еще наш задать четыре камня набрать. Что из этого мы можем выбросить, чтобы волокна юки забрать? В принципе, бобы мы можем выбросить, или мы можем их сразу скушать? Что, по показателям? Как раз еды восстановим. А, бобы, походу, нужно готовить. То есть, на костре, все дела. Ну, окей, в любом случае, нам нужно собрать здесь камешки, четыре штуки. Вообще, по идее, здесь в округе должен быть еще какой-нибудь один сундучок для луца. Ну, это так, в идеале, так сказать. Еще камешек. Ну, четыре будет достаточно. О, акулка. Здравствуй, акулка. Ну, я здесь точно должен найти четыре камня. Так, ничего. И третий. Вообще, на моем острове, если хорошенько поискать, я думаю, я тоже найду один-два камня, но, тем не менее, нужно больше камня. Знаете, что прям все из камня можно было покрафтить. Я бы еще хотел бы все-таки опробовать вот эти вот рыбные ловушки, потому что я ни разу еще ими не пользовался. Интересно все-таки, что они из себя представляют. Так, это кокосы, и вот, короче, еще камень. Отлично. В принципе, такое, знаете, небольшая вылазка получилась, потому что мы нашли еще две части для мотора, остается всего лишь одна. Четыре камня, что же ты можешь делать? И что немаловажно, это компас. Компас нам будущим очень будет помогать, ориентироваться, хотя, приблизительно, где мы находимся, потому что, честно говоря, я ориентируюсь ультрафигово. Так, давайте пойдем посмотрим на нашу пальму. Пальма укажет нам путь, просто покажет, куда нам плыть. Так, пальма, ты где? Пальма куда-то пропала. А, нет, она все-таки немножко дальше, наверное. Пальма показывает нам плыть туда. Так, что будем надеяться, что наш остров там. Что по времени у нас 17-16, то есть буквально через 40 минут, а это 40 секунд, если вы не знаете, мы сможем поспать, и это будет второй день нашего выживания. Да вы посмотрите, 24 градуса на улице, сплошная жара, короче говоря, но наш остров находится крайне близко, так что давайте по бырику туда доберемся. Ух, чувствуется уже запах родного домашнего домика, в котором я бы с удовольствием сейчас посплю. Темень уже на улице нереальная, но у нас есть торч. Уху! Блин, какой же здесь крутой все-таки фонарик, а этот звук, а, прям вообще. Так, нифигишечки не видно, но кровать я вижу. Сразу сзади такой бац, спиной вот так вот, хоп, на кровать. Ладно, здесь нужно действие нажать, я хотел вот так просто прыгнуть, не получилось опять второй раз подряд. Так, ну что, ручки распрямили, и можно просыпаться. Проголодался, наверное, бедняжка. Смотрите, четыре кусочка у нас осталось, но... Оу, ты чего ругаешься-то? Получается, бац, вторая, третья часть, остается только четвертая, еще в идеале было бы найти, конечно же, что еще нужно, еще скотч нужен, и все, и мы сможем построить мотор, потом бац, 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 все под контролем, и все будет круто. Так, хочу я добавить немножечко палочек сюда, больше палочек. Все дело нужно поджечь, хоп, отлично, и попробовать сюда бобы засунуть. Ага, все не так просто, а эти бобы, походу, нужно как-то открыть. Все, что мне приходит в голову, это постукать их топориком. Сработало! Так, открытые бобы, а их жарить нужно? Нет, можно сразу скушать? И сколько они восстанавливают? Слушайте, они неплохо восстанавливают. По идее, если я съем еще еще с одни бобы, то я наемся, но мы же с вами парни экономные, для начала наберем воды. Воды набрали. Хоп, пускай вода готовится, а мы с вами... О, у меня же картофан есть, приготовленный еще и бац, и не наелись все равно. Ну ладно, раз уж нет картофана, то мы используем дубль 2, это кокосы. Здесь есть кокосы? Здесь нет кокосов. Здесь есть кокосы? Здесь есть кокосы. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, наш просто персонаж, как обезьяна, по деревьям лазит, как профессионал. Так, главное, чтобы он еще слазил, как профессионал, а то мы знаем, чем... А! Блин, оказалось так высоко. Чем чреваты, эти супер переломы. Так, это для начала выпьем, а потом съедим, все как полагается. Так, это дело выбрасываем, слушайте, прям вообще как надо все. Хоп, хоп, две половинки взяли, поели. Еще одну съели, по дороге просто. Все, так слушайте, у нас и воды уже почти максимум, срядка вода нагреваем. Ну ладно, все равно, раз мы огонь разожгли. О, дождик начался. Главное, чтобы он не потушил наш огонь. Прям не дождик, это прям ливень какой-то, слушайте. Так, ладно. Это все сюда. Туманище такое. Плохая погода просто. Так, ладно, в плохую погоду нужно нарубить себе дерево. и опять же плохую погоду из этого дерева нужно намутить себе палок, потому что сейчас хочу построить все инструменты. Давай, 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 давай. Больше палок, королю палок. Давай, давай, родимый. О, пошло, пошло, какой ливень просто валит. Так, а ну-ка. И из этого мы уже можем сделать кэмпфаер. Так, сейчас мы посмотрим, что там с волокнами юки, потому что они почти для всего там нужны. будем надеяться, что они хотя бы немножко отросли. Ну вот, вот чуть-чуть осталось и уже отрастут. А вот это? О, эти уже можно собирать. Сейчас посмотрю, сколько у меня всего-то на острове волокн юки. Так, дай сюда. Если еще найдем, будет прекрасно. Волокна. Ага, прячьтесь от меня. Не стоит, от меня прятаться. Я же все равно найду. Так, отлично. Повозвращаемся с добычей. Ладно, вода там уже, наверное, перекипятилась. Знаете, какой он у нас мощный? Он сразу бац, и вот так вот глотками горячую воду пьет, ничего не боясь, понимаете? То есть, мощь нашего Робинзона. Ох, сколько все можно скрафтить-то. Фиш-трэп. Хочу посмотреть, что такое фиш-трэп. Как вообще ей пользоваться? Так, ну давайте наши фиш-трэпы закинем куда-то вот сюда вот, например. Ну, давай чуть поглыбже, вот сюда вот. Вот, посмотрим, наловится ли сюда, кажется, мелкая рыбеха. Так, что мы еще можем-то скрафтить из этого? Ааа, палки закончили. Нам нужен как минимум еще один топор. Так, ведро мы сюда сбросим. Нафиг ведро. Бабы тоже сюда. Так, компас, укажи ко мне, где мне можно быть дерево? Оп, вот здесь, вот джейнс. Ладно, спасибо, компас. Благодарю, благодарю. Так, это случайно вышло. И погнали. Какое огромное дерево, слушайте, вообще прям шик-блеск. Заканчивается дождь, ты мне не нравишься, дождь, скажу тебе честно, дождь. Так. Какое огромное дерево, слушайте. Еще там кокоськи есть. Ну ладно, мы его будем с основания рубить, нам-то не обязательно там оттуда. Там, где пальмовые ветки, пальмовые листья. Мы сначала до конца все как полагается. Так, все, все, отлично, приятно, классно. Получается, это еще четыре палки. Из этого мы можем скрафтить кнаев. Оу, ребят, прошу прощения, это у меня. Сейчас, секундочку. Что? Что бы нам сделать теперь? Давайте попробуем хаммер сделать. Не попробуем, мы уже его сделали. Да что ж ты будешь делать, много всего лишнего. Нужно больше волокон юки, я бы такой, что сейчас бы еще все топорик мутанул, но по идее уже... Так, это волокно мы сюда поставим. Что я могу сделать? Копье? Копье нафиг не нужно. Топорик, вот еще один мне потом понадобится. Так, слишком мало палок, чтобы что-то сделать. Мы же здесь сделаем свой дом, правильно? Нам нужен свой дом. Правильно, это, конечно же, не в первую очередь, но тем не менее. Блин, почему у меня мое весло? Весло нужно положить в веслиное место. То есть, вот сюда, вот шлюпку. Здесь для весла самое место. Дождь, заканчивайся, дождь, ты мне уже не нравишься. Слушай, побыстрее, боится, волок на юке отросло. Сейчас мы здесь все деревья перерубим. Так, стоп, здесь же были, по-моему, вот оно, вот. Так, что у топора большая прочность. Сейчас мы посмотрим, сколько там вообще в целом нужно палок для того, чтобы сделать обоснование дома, чтобы понимать, где мы будем жить, там и так далее, так далее, так далее. Но я так понимаю, палок нужно просто уйма. Вообще, я прекрасно понимаю, что дом, ну, зачем он нужен, как бы, ты живешь там, на улице, получается, 18 градусов, но сейчас еще дождь идет, да, то есть жара реально. Но все-таки, знаете, что был какой-то уют, что было где спать, тем более, за все свои эпизоды по Страндипу я ни разу делал Сехату. И смотря на то, что еще много все нужно сделать, и все это обязательно, обязательно мы сделаем. Прям вообще, вот 100%. Так, посмотрим, хотя бы из этих палок я уже что-то смогу скрафтить. Еще, я бы такой, что побегал по-острому, хотя бы какие-то остатки камешков поискал. Больше палок. Так, и из этого мы уже сможем скрафтить фундамент. Фундамент, кстати, можно использовать как плод, кто не знает. Все равно, в будущем он нам понадобится для того, чтобы сделать мотор себе. Так, нет, высокий мы его не будем делать, мы его сделаем низким. Все, теперь это официально мой дом. Давайте мы сделаем, поставим сюда кровать, чтобы в нашем доме была кровать. Все, пожалуйста, по-моему, это идеальный дом. Что еще нужно-то? Ладно, сейчас, я сказал, что у меня здесь нет камня, хотя мне сейчас его действительно неплохо было бы добыть, нужно его поискать. Оп, один нашел. В таких заковырышках-то прячется камень, прячется. Побыстрее бы отрастали волокна юга. Я думал, что это камень, это все лишь корабль. Представляете, какая обида? Вот в траве-то по-любому где-то спрятался. Или в корнях деревьев, я не знаю. Мы здесь полностью все вырубим. Интересно, может такие маленькие кусты? Нет, нельзя. Я хочу, знаете, такую полностью лысый остров сделать. Походу, сегодня же один камень у меня здесь остался. Еще так бы по берегу побегать, поискать, но вряд ли, вряд ли. Да дождь, заканчивайся, дождь, прекрати, что ты делаешь? 12 часов уже. А может... Блин, я думал это камень, нифига себе. Подстава. Может подводные камни есть? Тихо. Ах, краб спрятался. Почему не камни прячутся? Прячутся только крабы. Знаете, мне кажется интересно, знаете, они как-то в дождь, эти крабы спрятались под воду, прям молодцы. Так, походу это все, всего лишь один камень я смог надыбать, а мне еще столько всего нужно сделать. Ну и камни, прекратите. Почему камни вообще не спаунятся? Это несправедливо. Почему вообще нельзя выточить, например, из этих камней камни отдельное? Ладно, я забьем, но я уверен, что на этом острове по-любому есть где-то еще один камень. Почти вот 100% уверен, что если так хорошенько поискать, один, там может даже два. Окей, из этого я уже могу скрафтить себе еще один топор и это круто, потому что мне нужен еще один топор, так как мой скоро сломается, но мы не будем, не будем заранее его делать, правильно? Потому что мы ж ребятцы экономные. Так что я хотел сделать? Во-первых, я хотел еще проверить, что там, как моя ловушка работает. Ловушка, ты фигово работаешь. А если мы тебя вот куда-нибудь аж сюда вот забросим, если ты мне не ловишь здесь рыбу ловушкой, я тебе вот почему-то вот эту вот сардинку, например, не словила, не скажешь мне? Я тебе вообще там в клуб забросил, ты мне должна акулу ловить, понимаешь вообще, масштабы. Не только. Кровать, конечно, шикарно выглядит. Давайте мы подумаем, куда мы дальше поплывем. Теперь у нас есть компас, с компасом все это дело будет попроще, я думаю. На том острове мы уже были, потому что почему? Потому что палка показывает, что на том острове мы уже были, поэтому следующий мы, наверное, туда вот отправимся. Но для этого как минимум нужна, что вы думаете, еще одна палка. Ладно, это какая-то слишком коротенькая, но пофигу. Все равно пальмовые деревья мне больше не нужны. Так, а ну-ка, если ее развернуть вот так вот. Че-то нифига это непонятно, что мы на тот остров прием, просто какие-то кусты. Я ж, если там засниму несколько эпизодов, забуду уже на следующий, что я собирался туда плыть, поэтому все-таки, наверное, достанем мы себе дерево нормальное, чтобы все было под контролем. А такие деревья с корнями не рубятся, да, по-моему? Вот беда. Рубятся только пальмовые. Ну ладно, кстати, пальмовых у нас здесь немного осталось. Так просто все острова мы не перетащим, знаете, если мы будем долго их исследовать. Поэтому в скором времени придется за пальмовыми деревьями просто на другие острова гонять. Так, упал и погнали. Силища, конечно, у нашего персонажа более чем. Получается, что у нас получается? Получается, что туда, а вот, кстати, здесь есть поломанное пальмовое деревья, я не знаю, почему я его не взял, но вот такой вот я невнимательный. Так, и вот этот вот ствол покажет нам, что нам нужно отправляться сюда. Посмотрите, как лег прям. Чуть кривовато. Чуть левее развернем. Ну ладно, туда мы поплывем уже в следующем эпизоде, ребят. Если вам понравился этот эпизод, ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Пока и удачи, вам всего хорошего, встретимся в следующих эпизодах.